И хочу обратить ваше внимание, что много Пророков есть, много Писаний Пророков в Ветхом Завете. Но только одного Пророка избрала Церковь как особенного и почти полностью прочитывается его книга в течение Великого Поста. Это Пророк Исаия, и каждый день на шестом часе читается глава из его книги. И не у всех есть возможность быть в храме в это время, но у всех сейчас есть даже на телефончике, там в календарике, можно открыть или в любом православном календаре прочитать положенное чтение на этот день, хотя бы по главе. И постараться слушать его в храме и читать дома с таким вопросом, почему же, почему именно его церковь так выделит? В первой главе, которую мы читали вчера, довольно-таки жесткие слова у него были. И даже скорее не его слова, можно сказать, но он говорит, так говорит Господь, потому что Пророк – это человек, обладающий даром слышания Слово Божие, и он его передает. И вот Бог как бы говорит народу, он говорит, я ваших праздников ненавижу, говорит, пресытился я вашими жертвами. И посты ваши я не принимаю. А почему? Потому что внешне он говорит, я вижу, что вы пытаетесь быть благочестивыми, но внутренне ничего не делаете. И указывая на те дела, которые угодны Богу и которые Бог ждет от нас, если вы посмотрите и проанализируете их, все они почти имеют отношение к нашим ближним. Чтобы всякую неправду, всякую обиду, всякую злобу, которая возникает в нас по отношению к нашему брату или к нашей сестре, именно с этим мы стали в первую очередь бороться в непостанной. Используя все эти необходимые инструменты, такие как телесный пост и молитвы и различные бодвиги, используя их именно как инструменты для достижения этой главной внутренней цели. And this is the main purpose. And we have a lot of tools, like fasting physically from food, or fasting spiritually, or praying, or some other things that could help us to be clean. And to get to the final point of the purpose of fulfilling the main commandment of God loving our neighbor. Потому что на страшном суде не будут спрашивать, постился человек или не постился, как он постился, как он молился, но будут взыскивать дела любви. Because at the last great judgment day, we will not be asked whether we were fasting or we didn't fast at all, how we were fasting, but we will be judged for how we treated our neighbor and whether we were looking for love between us. Постараемся не забывать об этом, когда мы проходим все надлежащие подвиги. Try to remember all those things when we are coming through all those подвиги. И подвитывать себя, видеть описанием. Если в храме не можем, хотя бы немножко. занимает несколько минут прочитать положенные чтения, познакомиться, прочитать книгу пророка Исаии, кто может не читал еще. And try to feed yourself a little bit spiritually by reading chapters every day. If you haven't read Prophet Isaiah, it's a good time for you to start reading him. Завтра у нас служба в 5 утра, утреннее богослужение, затем мы чуть-чуть передвинули, не в час, у нас начинается теперь в 12, и закончится это дневное богослужение литургии преждеосвященных даров. Продолжение следует...